Всем привет, ребят, да, и с вами Артёмочка, толстенький кабанчик. Сегодня у нас такое необычное немножечко вступление сегодня. Я решил записать видеоролик, рассказать вам вообще, что я думаю по поводу 1 апреля. По этой превьюшке, я думаю, что вы уже всё поняли. Что касаемо того, что рассказали у нас в видеоблоге по поводу нового якобы режима в Джиггернауте, и поговорим про эти вещи. Сегодня такой более разговорный, наверное, будет видеоролик. Запикаюсь в катку, ну, в фоне что-то покатаю, возможно, что-то у меня получится, что-то не получится. Что касаемо 1 апреля. Я думаю, что на протяжении последних, если не ошибаюсь, трёх лет выходили у нас одни и те же акции и ивенты, посвящённые данному дню. А это значит, что в этом году ничего не поменяется. Я определённо для себя знаю то, что разработчики игры сейчас, ну, если допустят ошибку и не сделают тех самых любимых всеми голдов на 1 апреля, которые там с рандомным выпадением, может быть там будет бомба, может там нарка, может быть будет кристаллы, может быть премка, если они такого не сделают, то уже и так как бы хейта много, но свалится ещё больше хейта, ещё и со всеми теми ситуациями, которые сейчас проходят у нас в мире, связанные с тем, что многие сидят дома, значит онлайн будет хороший и я думаю, что танки не хотят просто так упускать этот момент и должны определённо подготавливать новый интересный ивент, связанный с 1 апреля. Ну и я, конечно же, думаю, что ничего не поменяется. Я думаю, что будет всё по дефолту, не рассказали в последнем видеоблоге, это не значит о том, что ничего не будет, я думаю, что это больше такая интрижка. А вот что касаемо командного джиггернаута, ещё вчера, смотря видеоблог, я реально на секунду, даже не на секунду, наверное, даже на большее время подумал, что это реальная вещь. Но сегодня, пораздумывав вообще насчёт этого всего, подумав вообще то, как это работает и какие усилия нужно сделать разработчикам игры, дабы это всё функционировало более грамотно, правильно и безошибочно, то есть чтобы не было критов дополнительных, чтобы ничего не лагало, я понимаю, что сделать в данный период времени такое просто невозможно. И скорее всего, в прошлом у нас был году рофл и шутка от разработчиков, связанная с тем, то что появится новый какой-то там летающий танк, что-то в этом роде у нас было связано. Сейчас же сделали такой байт с командным джиггернаутом. Я думаю, что никакого командного джиггернаута, скорее всего, у нас в ближайшее время точно не будет, и это, скорее всего, просто обычная шутка. Но, если бы такое бы что-то интересное появилось, я, наверное, был бы рад, как я уже вчера в видеоблоге сказал, то что, ну, для меня это лично какой-то определённый контент, и с этим могло бы получиться что-то новое, что-то интересное, возможно, что-то бы переросло в рубрику, но, к сожалению, я думаю, что это всё-таки была какая-то определённая шутка, о которой в следующем видеоблоге расскажут. Ну, а что касаемо 1 апреля, я думаю, что даже на это 1 апреля спокойнейшим образом могут быть даже скидки на выходных, то есть 1 апреля у нас падает на среду, скорее всего, это будет не один день голдов, а больше. Плюс ко всему этому, если я не ошибаюсь, сейчас у нас в игре x1.5 фанды x2, скорее всего, значит, никаких не будет. Ну и уникальная какая-то карта. Я, конечно, склонялся бы к каким-то небольшим картам, но это лично моё предпочтение, и я хотел бы, наверное, увидеть какое-нибудь плато. То есть если у нас была борда, если я не ошибаюсь, последняя карта, которая была связана с голдами, то я бы, например, хотел бы какое-нибудь плато увидеть, может, какой-нибудь полигон. Для меня, например, 1 апреля в большинстве случаев связывает карта именно полигон, потому что большое количество времени и данных именно ивентов мы проводили на данной замечательной карте, ловили очень большое количество голдов. Что касаемо Артёмчика, так я вообще молчу. Этот молодой человек там ловил миллиарды тысяч этих золотых ящиков и постоянно-постоянно фармил, фармил, фармил и фармил эти голды. Даже были такие моменты, когда он, поймав там чуть ли не 30, не 40 голдов, да, потом я уже его просил оставить голд, он оставлял голд, а там падало что-то крутое из этого голда, и у него, короче... В этом раскладике немножечко подгорал, он немножко сразу расстраивался, но данный 1 апреля это, наверное, тот самый один из немногих праздников, которые мы с вами любим, да, хоть и это день смеха, хоть и это день всяких разводов, рофлов и прочей ерунды, но для нашей игры это определенный символически интересный праздник, в который довольно большое количество игроков, даже которые сейчас на постоянной основе не играют в нашу игру, заходят, играют, им нравится данный ивент, и, ну, никто не против половить голды, а вдруг тебе выпадет с этого голда что-то реально крутое. Для многих игроков, таких как Артемка, это вообще шанс наловить большое количество премки. В прошлом году, если не ошибаюсь, он там наловил около двух месяцев. Я тоже любитель половить премки, хоть и у меня она пока что еще, как бы, не совсем скоро заканчивается, но, как говорится, премка лишней никогда не бывает, это значит, что спокойнейшим образом я также любитель ее пофармить, любитель позабирать какие-то интересные голды, позаписывать даже какие-то интересные видеоролики с этим, возможно, даже в этом году что-то интересное тоже у нас в этом плане получится, если, конечно же, ничего не поменяется. Но я думаю, что, как бы, такой ивент менять со стороны разработчиков, это даже будет очень и очень глупо, и в конечном итоге, если что-то поменяется, будет нереальнейшее большое количество хейтов в сторону разработчиков игры, они, я думаю, что в данный период времени находятся не в лучшей своей форме, да, и игра сейчас, как бы, ну, так уже потихо и начинает пошатываться, я думаю, что такие решения уже будут больше усугублять всю ситуацию, поэтому будем собирать пиковые онлайны, я думаю, что за последнее время таких онлайнов, которые будут на 1 апреля, я думаю, что давно не было, я думаю, что вполне может быть около где-то какой-то тридцаточки кассиков, спокойнейшим образом, может, даже что-то и больше мы увидим, ну, и надеемся на интересную, замечательную карту, я бы, конечно, хотел бы, чтобы это была какая-нибудь платошечка, или какой-нибудь полигончик, да, то есть небольшая карта, где можно реально круто повеселиться, ну, и что касаемо режима, да, самое главное, вы спросите меня, какой же режим, какой режим будет, я думаю, что здесь все дефолтно, либо простая обычная ДМка, что, скорее всего, более вероятно, либо же соло джигернаут, ну, соло джигернаут, как по мне, ну, не самый лучший вариант для такого праздника, при том, что если они еще сделают данный праздник в виде одного только дня с голдами, то джигернаут это будет прям вообще полный провал, поэтому, скорее всего, я думаю, что будет простая обычная ДМка на какой-то одной интересной, замечательной карте, и все это дело, конечно же, будет связано с нашими старыми, любимыми, новыми, интересными, золотыми ящиками, ну, как бы не новыми, даже новыми тут их особо не назовешь, больше они, наверное, старые, такие наши любимые гибаторские ящики. Напишите в комментариях вообще, что вы думаете по этому поводу, напишите, что вы думаете по поводу командного джигернаута, считаете ли вы, как я, да, на данный период времени, то есть, если вчера у меня было совсем другое мнение по поводу командного джигера, то сегодня оно уже, как бы, ну, более осмысленно пришло в голову, и я понимаю, что, ну, это маловероятно, что, может быть, вообще что-то будет связано с новым этим джигернаутом, скорее всего, это просто обычный рофл. Напишите, что вы думаете по этому поводу, реален ли вообще он, либо нереален, либо это так же, как, либо вы думаете так же, как я, то, что это просто обычная шутка, потому что к первому апрелю очень часто разработчики любят вот так вот пороплить, и что касаемо Ореса, возможно, это тоже не конечный результат, что Орех там сказал, что в апреле уже он выходит, я думаю, что это тоже может быть какая-то такая определенная небольшая шуточка. Поэтому пишите свое мнение в комментариях под данный видеоролик, обязательно не забывайте поставить лайк на данный видеоролик, также подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну, и также не забывайте то, что стримы у нас проходят в 10 часов вечера, приходите, буду вас ждать. С вами был Мистер Ваньки, боже, я уже даже запинаюсь, ужас. Всем удачи, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok